Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Байбу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверили она нам свое биополе на период сеанса? Она не слышит нас, она как в круглом такой колбе и там дым, вот этот туман, она руками его трогает. Все понял. Вижу, да? Как в бане, да? Когда туман, везде там пар. Хорошо, даю команду, скэнер, отключай эту подключку, выводи этот туман, вместе с ним сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки и эту колбу. Все это выводи до ста процентов, отключай и все это выходит и отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово, она кашляет. Хорошо, в клетку отправляю это все. Итак, Байба, мы приветствуем вас. Вы готовы к диагностике и чистке, доверить ли вы нам свое биополе на период сеанса? Да, она доверит, она показывает, что это дым еще внутри нее есть. Почищаем внутренний белосвет Байби, один, два, три, и этим светом она выдавливает из себя все эти остаточные энергии на частоте этого дыма, один, два, три. Пошел свет, до ста процентов все выдавливается и формируется перед ней в шар. Готово. Отправляй этот шар в клетку-тюрьму. В общий шар. Есть. Хорошо. И я даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Байбы под ногами 360 градусов. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Байбы, находит все. У нее гуманоид без фрут. Три канала? Да. Откуда гуманоид? Суды. Сколько ты находишься в этом биополе гуманоид? 18 дней. Цель твоего пребывания? Она ее истощает, меняется энергиями. Ты любишь меняться энергиями? Она просит. Кого? Гуманоида? Нет, она просит, как молится за здоровье дочери. Услышал ее гуманоид. То есть она неправильно обратилась или ты перехватила? Делает ее слабой. Кто делает? Вытягивая из нее энергию. Гуманоид, да? Да. Хорошо, гуманоид. Ты связан как-то с этой историей, с ее дочерью? Я связан с ее просьбами. На них я зашел. А дорога открыта для всех. Хорошо, гуманоид. Я вижу, ты не понимаешь реально, куда ты попал. В моих руках появляется живая плазма. Один, два, три. Если ты еще раз осмелишься мне так ответить, я тебе... Стой, стой. Неправильно объяснил. Убирай шарф, ходи от меня. Когда идет просьба, дорога открыта всем, кто может помочь. В том числе я слышу это и подключаюсь. Я второй раз повторяю свой вопрос. Ты находишься в биополе ребенка? Нет. Хорошо. В других членах семьи? Нет, я подключился недавно. И то, пока только энергией заполонял. Понятно. Хорошо. Спрут, сколько ты находишься в этом биополе? Два года. Без. Цифры над головой? Восемь. Ты в квартире присутствуешь, без? Присутствует. Спрут тоже? Спрут присутствует, но не в квартире. На земельном участке, да? Баня и водоем, который возле бани. Я вижу. Хорошо. Так. Там портал он показывает, Ваня. Без скажения. Ты один в доме? Именно в доме, не на земельном участке. Или там есть еще кто-то? Есть. Хорошо. Мы сегодня и дом чистим, и детей чистим. Ты подключен к кому-то из детей или членов семьи? Я не подключен. Хорошо. Спрут, ты подключен к кому-то еще из членов семьи? Да. К кому? К сыну. К сыну. Хорошо. Значит, ты тогда будешь пока здесь находиться, пока мы все это не уберем. Я не спросил, сколько бес находится в этом биополе? Шесть месяцев. Шесть месяцев. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Яду и командую тонкой копией Байбы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенным. Энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Готово. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Байба забирает все чистые, светлые и божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Байба себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Пока реверс идет, скенер просканирует полноту души Байбы. 97, 98, 99. Возвращается ей. Понятно. Из тумана. Из колбы. Из колбы, хорошо. 100%. Реверс мы сделали. Спрут, выходи, отключайся полностью, ничего не забывай. Приступай. И возвращайся назад. И он ее за шею держал своей лапой. Щупается. Обматывал голову. Так он и с ребенком то же самое делал. Спрут, ты какой-то беспредельщик, я смотрю. Вот реально. Может дать тебе миллион герц? Удар. Не хочет он. Снял присоски и пополз. Хорошо. Давай, Бес, выходи. Вытаскивай, снимай все, что ты оставил в ее биополе. И отключайся полностью. Что там, веревки на руках? На руках и на ногах. Да. Дергал за них и вызывал реакции. Правильно понимаю? Правильно. Он показывает, как она руками так разводит, как всплескивает руками. Хорошо. Байба наверняка знает, о чем идет речь. Движения какие-то руками она делала. Еще вопрос, Пес. Есть лярва в ее биополе? В горло. Ты хочешь лярву у меня попросить? Хочет. Хорошо, сними сначала все, что ты оставил. Я дам тебе отдельную команду. Откуда там в горле? Я снял. Понял. Откуда там в горле? От чего? Это от слов или это стекало туда? От чего это? Да, горечь. Горечь. Хорошо. Забирай все. Ничего, не забывай, возвращайся назад. Нам еще сегодня с тобой работать в доме много. Готово. Хорошо. Так, все все убрали. Еще что-то осталось на твоей частоте гуманоид? Да, есть чип один. Хорошо. Скэнер, просканируй, выведи этот чип. Позвоночники, как пробка. Какая его функция? В середине позвоночника целостность центральная. Вот так вот. Середина позвоночника, это мы попадаем точно в сердечную чакру. Но это центральный, как баланс организма, что ли? Разделял. У вас цивилизация непонятная, гуманоид. Я реально не понимаю, куда вы идете? Готово. С чипа отправляю в клетку тюрьму. Хорошо. Даю команду на рассинхронизации байбы с этим белым туманом, чипами и колбой, с гуманоидом, Бесом, его подключками и с прутом. Значит, три. Один, два, три. Пошла рассинхронизация до ста процентов. А ты знаешь, она рассинхронизируется. То есть с нее уходят вот эти такие, как энергетические какие-то волны. Возвращается, да. И она руками трясет, вот как Бес говорит. Кисть просто так легко, ну как она, и неприятно она. И Бес показывает, говорит, вот это мне нравится движение. Хорошо. Обращаем внимание байбы. Байба, в следующий раз, когда такое будете, контролируйте свои эмоции. Как вы видите, кого она притягивает. Готово. Хорошо. Даю команду, контрольная проверка прошла. Я подхожу туда к Байбе и помогаю моей энергией отстегнуть все каналы. Значит, три, один, два, три, удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Портал. Хорошо, Бес. Значит, я тебя тогда сейчас отправляю в дом. Ты, не теряя время, собери все, что ты оставил в этом доме. Дожидайся меня, я приду, проверю. Ты мне еще порталы покажешь. А потом я соберу еще тебе весь негатив в доме и отдам в дорогу перед тем, как отпускать. На земельный участок отдельно буду чистить. Все услышал? Да. Открывается портал в дом Байбы. Один, два, три. И Бес уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Спрут будет стоять в клетке, пока мы сына не почистим. Я прошу, Ли, выйти со мной на связь. На связи. Гуманоид Ута за 18 дней успел несколько процентов души уже украсть. Белый туман, чип в позвоночнике. Разделял как-то ее личность или где-то там центры энергии. Заберем его на проверку. Хорошо. Если все вернули, удаляйте. Мы все вернули оттуда. Открывается портал Галактическая Дробь под этим туманом и этим чипом и этой колбой. И все улетает на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Добрали. Готово. Хорошо. Поехали дальше. Готово. Хорошо. Байба, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Уверена, чувствую. И радость вернулась. Осознанное понимание себя. Отлично. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирно-энергетическую копию, воплощенную на Земле. Один, два, три. Не, я нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Паула выходит из ее биоробота. Голограмма и тонкая копия вышла, вынесла. Голограмма. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Паулу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Паулы поднимайся в комнаты диагностики. Один, два, три. Пашел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Паулу. Паула идет к маме. Мы спрашиваем разрешение мамы на диагностику и чистки Паулы. Мама дает разрешение. Я даю команду скэнер. Паулу сканирует сейчас Паулу, отключает эту голограмму полностью до последнего чипа, датчика, импланта, конвектора. Все это выводит вместе с сопутствующими энергиями. И как все выйдет, отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Голограмма свежая, новая у нее. Для отвлечения внимания. Хорошо. Не на технопале. Клетки-голограмма. Отлично. Я даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Паулы под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Паулы. Находит все. У нее была конструкция, я вижу только фантом от нее. С силой моего намерения этот фантом выходит. Она полностью закрывает голову, плечи, идет по позвоночнику. Фантом. Вышел этот фантом? Да. Отправляю его в клетку-тюрьму. Есть. Хорошо. Ждем окончания сканирования. Но у нее один канал к этому фантому. Отлично. От фантома и от этой голограммы силой моего намерения выстраивай каналы к ответственным. Один, два, три. И притягив в клетку-тюрьму. Стоят здесь. Да будет так, атаки есть. Ящер-агуманоид. Отлично. Ящер-агуманоид получает по 500 тысяч герц удар каждый. Удар. Гоманоид мечется по клетке. Правильно делает. В моих руках появляется живая плазма. Один, два, три. Хорошо. Это я тебе сегодня в рот засуну паразит. До твоей чистоты даже одна ДНК не долетит. И тебя это касается ящер. Ящер из нее ящера делал. Хорошо. Кто мешал нам сейчас? Кто отключал мне интернет? Над клеткой ответственно загорается красный маячок. Ящер отключал, и он все вытаскивал. Он вытащил конструкцию за это время. Понятно. Ящер получает удар. 500 тысяч герц. Дырочка в нем. Сейчас будет большая дырочка на месте ящера. В правом боку. Ничего страшного. Посвистит чуть-чуть, как ежик. Хорошо. Поехали дальше. Больше еще есть каналы? Нет, не один канал. Откуда паразит-гуманоид пришел? Сириуса пришел. Сириуса. Хорошо. Кто тебе дал заказ на эту работу? Ты с ящером в паре работал? Ящер дал. Ящер-заказчик. Хорошо. Считай цифру этого паразита. Подожди. Он сделал только голограмму. Что значит только? Подключка ящера делал сам ящер. Понятно. Сколько ящер находился в этом биополе? Три года находился. Кто ответственный за ухудшение анализа крови и болезни, которые сейчас у Паула? Конструкция ящер. С силой моего намерения притягиваю эту конструкцию в клетку-тюрьму, где бы она ни находилась. Да будет так, а так и стоит в клетке. Но она на место фантома встала. Отлично. Хорошо. У меня есть очень интересная идея сегодня по поводу этого всего. Скэнер, просканируйте полноту души у Паула. 95. 95 процентов. Понятно. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Паулы. Спроекцирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужие родные. Чуть от них возвращается к ним. Она чувствовала в теле копошение. Ей было неприятно, но она не могла это объяснить. Считай информацию, сколько процентов забирала энергии у нее конструкция ящера и это воздействие. Значит, конструкция ящера постепенно строилась. Его прям забрала 4 процента. В голограмме 1 процент уже. Реверс закончился. Хорошо. Какой отток был энергии, считай, в процентах? Из 100? До 60. 50-60. Это максимум. 60 процентов. Отлично. Устанавливали фильтр золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Паула забирает все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что изъяли до последней капли, возвращает Паула себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Что идет? Возвращается энергия, ее возвращает по чакрам, радугой. Частички души возвращаются. Готово. Скэнер просканируй. Чистая Паула. Или что-то есть? Сделай контрольную проверку. Чисто. Скэнер просканируй. Паула, полноту души у Паула. 100. Отлично. Паула, ты помнишь все эти боли, которые у тебя были в последнее время? Конечно, помнит. Ты хочешь их все вернуть назад? Ты можешь сейчас это сделать? Эмоциональный страх у нее еще, не только боли. Есть у тебя это желание? Есть. Отлично. Силой моего намерения устанавливается эта конструкция ящера на ящера. Не может снять, да будет так, а так и есть. Выстраиваю прямой канал от Паулы к ящеру. 1, 2, 3. И помогаю ей моей энергией всю боль. Все, что она получила от этого ящера, весь этот депрессняк мощнейшим потоком за одну минуту пошел назад. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Перепрограммирую конструкцию на ток энергии до 60%. Пошел процесс. Он какие-то звуки издает. Уже не имеет. Это, может быть, последние его звуки, которые он издает. И тебя это сейчас ждет, гуманоид? Нет, я ни при чем. Еще и как при чем? Навернула все боль. Конструкция пусть стоит на нем. Хорошо. Итак, я полагаю, что ящер воздействовал через пирамиду, подлетев близко к моему дому и выключив интернет. Это так? Нет, он с этим не связан. Хорошо. Лично он. Как ты мог выключить мне интернет? Кто его выключал? Он не причастен к этому. Хорошо. Он снимал конструкцию в это время. Кто причастен к этому? Никто здесь. Если ящер врет, загорается красный маячок. Зеленый. Хорошо. Как могло такое случиться, ящер? Телепатическая передача информации. С другим ящером. Выстраивается канал от этого ящера к исполнителю, кто выключал интернет, и притягивал в клетку тюрьму. Ставит в клетке. Канал не выстраивается. Не выстраивается. Почему? Нет артефакта. Нет материала. К чему он притянется? Я могу от своего интернета выстроить канал? Ты можешь над себя, наверное. Хорошо. С моим дроном выстроить сам канал. Выстраиваю вместе с моим дроном и силами его намерения от моего интернета и от меня прямой канал тому, кто на меня воздействовал. Один, два, три. Канал выстроился. И притягиваю эту сущность в клетку тюрьму. Да будет так, а так и стоит в клетке. Ну, ящер еще один. Считай цифры у этого паразита над головой. 192. Отлично. Хорошо. Ты пришел и выключил мне интернет, мешая мне заниматься моей работой, ящер. Правильно? Он не пришел, он действовал. Хорошо. И я действую. Своего корабля установкой специальной. Хорошо. Если ты действовал, значит ты нажимал эту установку, правильно? Эта установка здесь находится. Выстраивай канал от этого ящера к его пирамиде. Один, два, три. Притягиваю в клетку тюрьмы. К пирамиду? Она не влезет в клетку тюрьмы. Рядом с нашей комнатной диагностики. Она притягивается и останавливается. Ну, немного защиты. Там другие ящеры находятся. Это станция. Дать 50 миллионов герц и сжечь все? Не уверен, что у тебя есть право на это. Хорошо. Выправить сматриваться, как нападение цивилизации. Ящер получает удар. Один миллион герц. Удар. Я вас, паразитов, терпеть не буду, когда вы мне мешаете работать. У него исчезла часть его тела. Бывает. И такое. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Ли, у меня тут пытался ящер выключить интернет прямо во время работы. У нас не было 20 минут связи. Вытащил ситуацию. Посмотри, пожалуйста, кого ты хочешь из них забрать. У меня ребенок стоит в комнате диагностики. Его мать стоит. Она забирает, который в девочке был. Ящера. Она его забирает. Хорошо. Гуманоид отпускать и второго? Да. Хорошо. Гуманоид, если ты еще раз когда-то осмелился такое сделать, ты уже не уйдешь никуда. Тебе это понятно? Да, он все понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте гуманоида. Вышвырь его на его чистоту, закрывай, опечатывай, растворяй. А тебе, ящер, я передаю следующее. Если вы сейчас еще хоть раз, хоть один раз попытаетесь воздействовать на мой интернет, я сожгу все ваши корабли. Весь ваш портал, все ваши пирамиды. Я открою на 5 километров портал и засосует вас туда всех. И 100 миллионов герц, это не проблема для меня. Ты это понял? Половина твоя это поняла? Поняла, да. Открывается наверху портал на чистоте этого ящера. Вышвырь его на его чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ты посмотри, паразиты, они уже мешают работать нам. Готово. Хорошо. Чисто? И у нас остались еще и конструкции. У нас есть голограмма и конструкция. Под голограммой и конструкция, открывая воронку в галактической дроне, уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Есть. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Паула. Как ты себя чувствуешь после чистки? Очень нравится энергия. Она чувствует наполненность энергиями. И они выходят из нее, и она наполненно чувствует, радостной. Хорошо. Нам надо дать... Эмоционально улыбается. Делаем запрос. Нам нужно еще дать какие-то дополнительные извлечающие энергии ее тонким телам? Пока не нужно. Эти энергии, они работать будут сейчас. Отлично. Хорошо. Значит, возвращаем тогда Паулу, а потом маму в систему Биоробот Душа. Мы закончили.